Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу вам свой заказ интернет-магазина LaModa. Заказала я там, на самом деле, заказала очень много чего. В итоге взяла только себе и своему старшему сыну. На младшего сына я заказывала штанишки и, в общем, они ему не подошли. Что-то я слишком большие ему заказала. В общем, сейчас я вам покажу все то, что заказала. Так, и для начала, прежде чем я покажу вам свои покупки, я хочу вам показать одну вещь. Я знаю, что меня смотрят некоторые девушки, скажем так, мамы школьников, мальчиков. С девочками, не знаю, мне кажется, с девочками все проще. Одел колготки, вообще все супер. Ну, мне так кажется, да, у меня девочки нету, поэтому я не знаю. В прошлом году, также на LaModa, я заказывала своему сыну вот такие брюки. Вот так называется эта марка. Я вам оставлю ссылку на вот эту марку именно. Они внутри вот с такой флисовой подкладкой. Ну, она, видите, у меня уже тут подскаталась немножко. Это супер классные штаны. У меня сын сказал, мама, в этом году я хочу точно такие же штаны, потому что они супер удобные, супер теплые, и при этом в самом классе попа не потеет. То есть он идет в них на улице, они все внутри вот полностью сделаны вот с такой флисовой подкладкой. Шерсть, вискоза, подкладка хлопок, полиэстер. Вот видите, у меня даже осталось на бирочке. Во-первых, они очень мягкие. Во-вторых, они плотные, не продует, не потеет, ничего. И плюс этой марки заключается в том, что вы можете выбрать не только длину, но и ширину вот по, ну, получается, по талии, да. Плюс здесь есть еще вот такие. То есть вы можете взять чуть-чуть как бы на вырос, да, и еще подтянуть. Вот я сыну в прошлом году подтягивала вот эту вот резиночку, но они сейчас нам малы по длине. Я теперь их оставлю своему младшему сыну, потому что они, ну, правда, вот они мне стирены, не глажены еще, да, но они просто потрясающего качества. Не стерлось ничего нигде, не порвались, ничего. И при этом, то есть сзади идет вот такой один кармашек, и при этом они, знаете, такие, то есть на улице даже в мороз дойти до школы мыло сыну не холодно. При этом в классе попа не потела. Я вам оставлю ссылку на эту марку. Именно утепленных пока на Ламоде нет, но штаны просто супер качественные. Я в том плане, что вы можете подобрать как и на полненького, так и на худенького, так и на обычного телосложения ребенка, и все будет потрясающе. Я сейчас на Ламоде брала штаны другой фирмы, подобного качества, они реально дубовые, они просто как трубы такие. Ему очень сильно не понравилось, то есть он когда сел, все это очень удобно, и в общем буду теперь ждать, когда появятся вот такие утепленные штаны, и буду их заказывать. И поэтому я сыну взяла только вот такие вот ботинки. Мне кажется, что они маломерки, потому что сына в принципе 36 размер, мы взяли 37 ему. Он сказал, очень удобные, очень классные такие, мне кажется. Видите, с такой утепленной, ну как это, подкладочка, да, баечка это называется. Вот на прохладную погоду, очень классно носить. Кстати, мне очень нравится вот эта марка Patrol, ботиночки. Сыночку взяла, я сейчас покажу, что взяла себе. А себе я взяла той же, абсолютно той же марки, только вот такие вот потрясающие кроссовки. Девочки, они потрясающие тем, что внутри у них мех. Как они мне понравились вообще, потрясающие кроссовки. Тем более к тому, к остальной той одежде, которую я взяла, это супер. Девочки, для любителей кроссовок, вот, они супер теплые. Внутри вот эта вот стилька, она тоже сделана вот из такого тепленького флиса. Для меня, как мерзлячки, это вообще супер, супер классная обувь. Я езжу на машине, ну, бывает, конечно, попадаю в дождь, но для меня, как бы, вот такая обувь, она не является сильно маркой. Если я попаду в дождь, то это обычно, там, добежать до школы и что-то в этом духе. Поэтому, поэтому я просто от них балдею. И цвет очень классный. Вот сейчас на камеру именно передается. Он такой серо-серо-синий такой. Очень классные кроссовочки, очень удобные. Они идут размер в размер. У меня 39 размер. И в них очень-очень комфортно. И себе еще я взяла вот такой вот супер классный трикотажный костюм. Вот с такими трикотажными штанишками. Боже, как он мне понравился. Во-первых, я знаю, что такие костюмы продаются на различных китайских сайтах и так далее. Это все полиэстер. Я этого не хотела. Девочки, я когда прочитала состав этого костюма на сайте, я поняла, что он должен жить в моем гардеробе. 45 вискоза, 30 шерсть, 25 кашемир. Девочки, я наконец-то перестану мерзнуть. Плюс еще здесь вот такая горловина. Это тоже для меня супер-супер-супер просто классно. Вот так называется марка. Я взяла в размере S. Я считаю, что очень хорошо на мне сидит. Достаточно. Я хотела, чтобы штанишки сидели достаточно свободно. Мне кажется, при носке они, может быть, еще немножечко подрастянутся. Единственное, что вот насчет коленей, да, насколько будут вытягиваться. Но я потом, может быть, расскажу. Хотя ткань очень-очень плотная. Мне кажется, даже ветер она не будет продувать. Она не просвечивает совсем. То есть супер-мега плотная ткань. Единственное, что здесь вот есть вот такие нитки, где кое-где на швах. Но мама сказала, что на вязаных изделиях это норма. Когда есть вот такие, ну, как ниточки, да, вот эти, что их нужно просто завязать и обрезать. Потому что даже можно не обрезать. Потому что это как бы вязаное изделие, вязкое. Ну, в общем, не знаю. Вот. Здесь стоит вот такой шнурочек, кармашки. И вот такие вот кофточка вот с такими косичками. Я это планирую носить как вместе, так, возможно, по отдельности. То, что я буду таскать этот свитер и в первый мир, это, мне кажется, 100%. Очень, очень он прямо мягкий, не колючий. Вообще потрясающий. И вот с этими кроссовками этот костюм будет просто, мне кажется, потрясающим. Для любителей интернет-шоппинга я бы хотела порекомендовать сервис умных покупок SmartySale. Который имеет высокие ставки по кэшбэку в большинстве популярных интернет-магазинов. Минимальная сумма для снятия практически отсутствует. Также этот кэшбэк-сервис доступен во многих странах. И его можно установить в мобильное приложение, что не может не радовать. Потому что лично я люблю совершать интернет-покупки через мобильный телефон. Экономить на своих покупках я просто обожаю. И меня это очень сильно радует. Я оставлю вам ссылку на регистрацию в этом кэшбэк-сервисе внизу в инфобоксе. Обязательно переходите. Я уже говорила, что очень хочу куртку. Я не хотела покупать пуховик. Потому что у меня предыдущая куртка это как раз таки пуховик. И он... Потому что я выбираю светлые пуховики. Мне нравятся именно светлые. И я очень часто его стирала. Из-за того, что я стирала... Ну, во-первых, скатывался пух и перо. Это раз. А во-вторых, даже девочки вот мне написали там, что нужно отбить. Нужно там постирать и так далее. Там развесить, разложить. Все, что вы мне делали. И палкой я его била, и все. Но я поняла, что у меня вылез просто весь пух и перо. Потому что у меня пуховик стал нереально тонким. И он вообще перестал греть. Как будто просто, знаете, ветровочку на себя одела. Вот. Поэтому я купила вот такую себе курточку. Вот так называется марка. У нее... Я не поняла, размер 40. Я вроде бы 42 заказывала. 42 размер. Но, может быть, это у них какая-то другая маркировка. Нет, видите, написано 40 размер. Вот. Но мне подошло хорошо. Вот. Видите, она водоотталкивающие свойства. Малый вес. Это правда. Современный эко-материал. Дышащие свойства. Простота эксплуатации. Деликатная стирка. Для меня это самое важное. Потому что я ни в какую химчистку сдавать не буду. Я буду стирать сама. И просто она гипоаллергенна. Здесь вот на рукаве есть такая вот какая-то эмблемка. И рукава вот эти вот укороченные. Мне... Еще раз повторюсь. Я езжу на машине. Для меня это вообще идеально. Потому что я частенько даже подкатывала рукава, чтобы было удобно. Очень качественно сделана вот эта вся фурнитура. Вот здесь вот тоже. Когда я получила вот это все, было обернуто в бумажечку. И получается сзади она удлиненная. И плюс есть вот эта резинка, которая облегает. То есть она как-то держит куртку на месте. Куртка не задирается. Как говорится, все, что нужно, прикрыто. При этом будет очень удобно ездить в машине. Она очень такая мягенькая, классная. И здесь мне понравилось есть вот эта стойка. Потому что шарфы, это, конечно, все замечательно. Но чаще всего я шарфы не ношу. Я их просто забываю. И плюс капюшон. Для меня вот этот вот костюм. Вот этот костюм и куртка и кроссовки. Это такой вариант выскочить за детьми. Съездить, я не знаю, в магазин за продуктами. То есть, ну, такой, не то, что даже на повседневку. А вот какие-то такие быстрые дела. Заехать куда-то. Куда-то быстренько сбегать. Кого-нибудь забрать откуда-нибудь и так далее. Конечно, у меня есть и пальто. Я, конечно, его ношу. Но на самом деле, по факту, получается, крайне редко. Плюс еще потому, что у нас есть дожди. Но при этом, да, есть дожди. Наташа купила, ну, получается, замшевые, да, вот, кроссовки. Но мне все равно. И еще ко всему вот этому своему образу для утепления я добавила вот такую шапку. Она такая, видите, серо-синяя, что ли, я не знаю, такая или светло-голубая. Как можно назвать этот цвет, я не знаю. Но, по-моему, на сайте я нашла именно как голубая. Вот такой марки Puma. Просто обычная такая шапка, которую я брошу в машину. И буду, если куда-то, как говорится, пойду за детьми, буду ее одевать. Правда, что-то я не нашла ее состав. Написано просто, сделано в Китае, не выжимать, расправить изделие и все. Ну, я думаю, что, не знаю, обычная шапка, такая Puma. Вот. Она мне просто понравилась по цвету. И из тех шапочек, которые я себе набрала, она больше всего подошла, скажем так, к этому образу. Сейчас покажу, как все это смотрится на мне. Вот так вот это все дело выглядит. Я извиняюсь за свои лохмы. Ну, сейчас просто все мерила. Ну, вот. Вот так вот выглядит на мне шапчуля. Кому-то, на самом деле, мой выбор может показаться странным. Но я реально просто кайфую. Мне кажется, я сто лет хотела так выглядеть. Когда, если не в 34, да, купить себе вот такой костюм и куртку подобную. Вообще, эта куртка мне очень удобная ездить за рулем. Я вот предыдущую свою куртку, у меня очень сильно стерлись именно рукава. Потому что, ну, когда едешь за рулем, постоянно трешься, постоянно не мешает. И я даже у курток иногда закатываю вот так вот рукава, чтобы они были... В общем, кайфово. Но шарф никакой не стало, так как у меня вот этот костюм. Вот это вот. Единственное, что я повыдергаю себе это молнии все волосы. Это 100%. Которых и так почти не осталось. Ну, вот. Очень мне понравилась фурнитура. И вот так вот этот костюм выглядит на мне. Так, сейчас еще куртку сниму. В расстегнутом виде. Правда, по поводу аксессуаров, какой-то сумки, я думаю, сюда надо какой-нибудь рюкзак. Вот так вот, девочки. Теперь нужен рюкзак. У меня всегда так бывает. И видите, курточка сзади удлиненная. И вот эта вот часть резиночка. То есть она очень хорошо облегает попу. Прямо самая... Я похожа на подростка. Это мне, кстати, все время племяшек говорит. Что годы идут. А тетка у него молодеет. Вот. И вот так вот выглядит этот костюм. Вот таким вот образом. Очень мне нравится вот эта кофточка. Мне нравится вот этот ворот. И он такой мягкий, нереальный. Вообще классный. Он так, видите, свободненько сидит. На мой взгляд, вообще супер. И кроссовки, конечно же. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Мне безумно понравилось все то, что я купила для себя. И шапка, и куртка, и вот этот костюм. Костюм мега теплый. Он просто... Я не знаю. Мне кажется, если одеть под него еще теплые колготки, то можно вообще в мороз выходить. Это супер на самом деле. Мне нравится, что они на мне сидят не в облипку, а так немножко свободненько. Я думаю, они еще разносятся немножко. Будут еще посвободнее. Мне это очень сильно нравится. Потому что последнее время я как-то, не знаю, не особо стала любить облегающий низ. И мне хочется, наоборот, что-то такое более широкое. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. И переходите, смотрите. Также ссылку на регистрацию в кэшбэк-сервисе тоже я вам оставляю внизу в инфобоксе. Обязательно пользуйтесь этой возможностью хорошо экономить. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!